Продолжение следует... ...неправильный выбор канала радиопередач. Мы рекомендуем использовать первый канал, так как он присутствует абсолютно всех устройств. Отдельное внимание хочу обратить на то, что в условиях зимы, когда температура понижается существенно ниже нуля, для дистанционного датчика необходимо использовать специальные литийовые батарейки, которые могут работать при температурах до минус 30 градусов по Цельсию. Сейчас я вам покажу, как правильно вставлять батарейки и настраивать связь между погодной станцией и дистанционным датчиком. Мы открываем батарейный отсек у станции, вставляем три батарейки в этот отсек. Далее мы видим, что станция начала работать, окошко температуры дистанционного датчика пустое. После этого мы вставляем батарейку в дистанционный датчик. Он сразу же начинает передавать сигнал. Станция его поймает. Сейчас мы закроем крышку. Вот, пожалуйста, мы видим, что 26 градусов, естественно, потому что датчик находится внутри комнаты, соответственно, комнатная температура. Станция связалась с датчиком. Все очень просто и наглядно. Наглядно. Продолжение следует...